здравствуйте дорогие друзья снова добро пожаловать меня в гостях я очень рада что вы меня видеть я бы хотела конечно также видеть вас но к сожалению это невозможно тем не менее очень рада что я по ходу дела знакомлюсь с каждым кто смотрит мои видео не с каждым конечно но с очень многими у мне возникает чувство что он в таком уютном кругу и все занимаемся нашим любимым делом собственно нашему любимому делу росписи шелка и посвящен конечно же мой очередной мастер-класс снимая мастер-классы исключительно по абсолютно живым конкретным опросам людей которые пишут и естественно в общем то я сильно очень рада этим возникающим вопросам и хочется конкретно поздороваться с конкретными людьми правда это приходится делать на разных языках то есть хочется сказать hello dolly hello liebe steffi здравствуй дорогая леночка наконец-то рада что могу конкретно тебе объяснить некоторые вещи но конечно не только упомянутые имена для меня важны и все остальные тоже и так в моем нынешнем опыте я решила объединить целую систему вопросов собственно это и для меня было очень интересно провести такой опыт заключается он следующее я взяла четыре разных вида шелка и нарисовала на на них абсолютно одинаковый рисунок для того чтобы можно было проследить как как какую разницу мы ощущаем в процессе естественно разрисовываю я делилась своими впечатлениями конечно я использовала те виды шелка которые я имею дома постоянно то есть точно я действительно пользуюсь и могу посоветовать там еще на конкретном примере увидим с вами каков получается результат то есть я не расписываю данном случае лично заказ или просто по своей идее это было чистого техническая такая задача виды шелка первое и считаю упоминаю это это очень-очень важно что весь шелк абсолютно стопроцентный он по разному выткану разные характеристики но состав нити исключительно 100 процентов шелка потому что нередко пишут о некоторых проблемах и в ходе дела выясняется что проблема именно в том что шелк не натуральный либо наполовину натуральный а это сразу исключает ожидаемый результат то есть шелк тоже не стопроцентный я исключительно придерживаюсь такой точки зрения и опыт многократно показал что это действительно важно и так я выбрала очень важные различные по характеристикам виды шелка характеристики в первую очередь вес шелка то есть его плотность по весу сразу могу сказать что используется такое понятие как вес на квадратный не на квадратный а именно на метр длины шелка то получается такая вещь шелк бывают разным вашими 92 сантиметра метр полтора метра по разному так вот когда я говорю 60 граммов на метр я имею ввиду всегда ширину 92 сантиметра я практически всегда расписываю именно такой шелк то есть ширина 92 сантиметра обусловлено тем что он заранее ткется для того чтобы разрисовываться вручную это обусловлено размером стандартной рамки если нашим рамка метр на метр то мы как раз вовнутрь нее замечательно можем наколоть вот эту ширину 92 сантиметра и так шелк который я использовала в моем опыте от 5 до 60 граммов на метр при этом надо учитывать что ширина 92 сантиметра следующая характеристика это гладкий или шершавый шелк на росписи и особенно на том как прагмакивают этот шелк контуры это и сильно отражается то есть с гладким шелком работать проще с более шершавым немножко труднее но это мы опять же увидим опытным путем и плюс к тому прозрачный и непрозрачный шелк естественно тонкий шелк зачастую более прозрачный но иногда он нам бывает тоже нужен для того чтобы сделать шарфик и так далее итак у меня сейчас уже готовые рисунки результаты опыта я еще не зафиксировала целом я скажу вот у нас шелковый сатин я потом конкретной характеристики его упомяну в дальнейшем видео это гладкий и непрозрачный шелк клетыши на ними тоже очень часто расписываю вещи потому что я не очень люблю яркий блеск то три дыши у нас матовый вес его 60 граммов на метр то есть это уже более плотный шелк нежели предыдущий сатин сейчас вот мы увидим еще я расписала кусочек понжа понж по моему около 20 нет меньше граммов на потом конкретно это скажу на метр и самый прозрачный это на шифон я пока не зафиксировала это все то есть у нас они пока одинакового размера все эти рисунки формате а4 когда мы распили зафиксируем и погладим и потом посмотрим какой из них сел больше какой меньше уменьшился в размере вот потом что еще хотела сказать на каждый из этого что из этих видов шелка я положила по золоту то есть я раньше утверждала что это не на всех шоков не на всех видах хорошо но практика показала тем не менее что это замечательно почему я вообще решила золото положить на все эти шелки потому что один очень милый человек зовут его лютена спросил меня в интернете как вы думаете на шифон по золоту ляжет хорошо я сама ответила нет мне кажется что нет вы попробуйте и человек в ответ высылает мне замечательную фотографию то есть люди помогают и мне дальше продвинуться поверить в некоторые технические трюки что они таки выполнимы то есть люди на спасибо вам очень большое что вы расширили мой диапазон представления это кстати не только это она делает очень многие делятся своими впечатлениями от различных технических опытов этой области и в действительности я могу сказать что это уже взаимная совместная работа то есть это очень важно для нас затем что еще хотел сказать так на каждом из этих видов шелка у меня запасе есть краска буквально одна баночка краски для фиксирования утюгом так вот я решила попробовать на одном рисунке использовать и ту и другую краску посмотреть какова разница то есть вот этот опыт мы еще сопоставление краски которые мы фиксируем утюгом и краски которым фиксируем на пару сопоставить их во первых а во вторых я посмотрела как они между собой сочетаются можно ли сделать перелив из одной в другой и так далее как каждая из них ведет себя при фиксировании этот еще момент мы сразу упоминаем еще пожалуй вот такую вступительную часть я хочу завершить такую вещью как скажем так вопросы дизайна вопросы идеи вопросы отработки нашего сюжета все то я считаю что сугубо и глубоко индивидуальны то есть то о чем мы мечтаем о том что мы хотим воплотить знаем только мы сами то есть художник остается всегда художником наши общие это технические задачи и способы их решить поэтому каждому кто смотрит мои видео я хотела бы сказать что я это делаю для того чтобы вам было проще быстрее и легче воплотить свою собственную мечту то есть обязательно мечтайте дальше на ваш манер исходя как бы из ваших представлений предпочтений но для того чтобы это было легче быстрее эффективнее воплотить жизнь вот для того я собственно и снимать видео спасибо вам большое за глубокий интерес к тому что я делаю и спасибо вам за то чтобы в ответ вы делаете то же самое делитесь опытом во первых а во вторых вы делаете благодаря своим работам этот мир намного красивее и я очень рада все время посмотреть в интернете увидеть ваши ваши цвета ваши краски ваше вдохновение мне большая радость так что спасибо большое и приступаем к нашей работе итак друзья у нас все готово для первой части нашего эксперимента вот у нас кусочек шелкового сатина на нем уже нанесен рисунок карандашиком затем я подготовила контуры мне интересно посмотреть как будут ложиться различные контуры на сатин то есть перламутровый не перламутровый контур и прозрачный резерв который еще называют часто гутто то есть они обладают разными свойствами мы проверим эти свойства у нас прямо на нашей работе вот здесь у меня вот это целая последовательность красок выложено мы их тоже проэкспериментируем как они будут себя вести в первую очередь естественно я всегда ставлю последовательность от светлого к темному чтобы я сама когда быстренько быстренько что-то расписываю не путалась и так вот это у нас вода затем стоит краска это голубая разведенная с водой да ну в данном случае она у меня фирменной баночки но это все равно то есть это светло-голубой скажем так нас можно даже посмотреть вот светлый светлый голубой да потом буквально краска такая которую я получаю из каталога это будет синяя краска я вообще все решила сделать в голубых тонах вот она достаточно густая концентрированная затем стоит у меня краска от фирмы марабу это это очень концентрированная краска то есть то что больше не производится но это очень интересные оттенки это уникальные пигменты и она обладает гораздо большей концентрации чем предыдущие как бы изготовители нам предлагают то есть она у меня всегда идет как оттеночная для глубоких моментов и здесь вот вы видите у меня сделан такой ящичек в котором я насушила различные различных себе пигментов и получилось что это у меня как бы заготовка для очень очень глубоких прям бархатных таких тонов вот и в качестве эксперимента опять же вот она моя краска единственная которая не рассчитана на фиксирование паром она изготовлена как бы для фиксирования утеку очень многим из нас сразу непонятно в чем же разница и вот на примере нашего именно сатина этого кусочка мы с вами и проверим в чем различие между вот этим вот рядом красок для фиксирования на пару их называют по-разному то есть это профессиональные краски по-моему они линовые описание множество самое главное мы их фиксируем на пару и вот у нас красочка которую фиксируют утюгом да ты это еще называется иногда хобби батик но это дело житейское не в описании конечно дело не в названии а в свойствах вот мы сейчас их и проверим так сейчас мы быстренько с вами сделаем контур и так у нас готова для начала для начала краска фирмы явана не перламутровая сразу же скажу проверено с опытом она проклеивает очень неплохо действительно очень неплохо проклеивает шелк поэтому скажем так тут проблем быть не может хотя конечно зависит от того какой шелк если у нас будет с вами шелк 100 граммов на квадратный метр то конечно вообще никакой контур не проклеит понятно что есть свой предел вот ну то есть вот это сочетание я использую постоянно в своих работах не перламутровый контур и важно будет бывать коричневый зеленый красный как угодно то есть от дизайна но вот именно сатине он держит великолепно все мы прекрасно знаем что насколько хорошо мы положили контур будет потом видно но не когда мы его кладем то есть это будет видно когда мы начнем раскрашивать потечет не потечет это уже потом мы с вами выясним опытным путем так сейчас я кладу первым не перламутру прозрачную гуту прозрачный резерв называют это в россии резерв и так мы сразу видим что у него есть специфика покуда мы его накладываем на шелк сначала он невидимый потом он становится темным когда мы его постираем мы увидим что он будет уже совершенно другой я его стараюсь не использовать своих работах потому что потому что он все таки с моей точки зрения толстовато рисует но он хорош тем что можно развести с густым просушенным пигментом и у нас получится тогда контур того цвета который нам нужен вот так вот эти контурные линии сделала прозрачным по сути дела изначально я сказала что он должен проклеивать шелк лучше чем все остальные другие контуры беда его вот в чем я знаю есть такая техника когда люди сбрызгивают шелк предварительно водой так вот когда мы сбрызнем такой рот контура водой он у нас к сожалению растворится его специфика в том что он бесследно растворяется на момент пока все сухо он держит проклеивает если мы промочим ткань в этих областях чересчур сильно будем долго держать мокрым то у нас он просто напросто растворится вот это надо учитывать и так сейчас у нас по плану перламутровый контур он проклеивает хуже всего я бы сказала но важно вести с нужной скоростью да то есть не слишком быстро чтобы эффект действительно был такой что у нас проклеит шелк и так вот мы видим перламутровым стараясь толстенько вот и в общем то главное чтобы он был не слишком давно открыт если такой контур пролежит очень долго открытом он пересохнет и перестанет проклеивать ткань так расписываем давайте мы начнем с того что я уже давно забыла сама это вот с этой краски которая интересно которая фиксируется утюгом то есть она достаточно быстро растекается по шелку здорово у нас эта краска уже пару лет конечно но я думала все равно пригодится и вот сейчас мы ей как раз и воспользуемся можно еще вот с чем проэкспериментировать да я знаю что эта краска делает имеет очень замечательный такой эффект к ней применим по крайней мере это соль такая любопытная на окраске для фиксирования утюгом она не получается вернее на той которая фиксируется паром давайте попробуем сделать точечки посмотрим как они будут здесь смотреться водичка да просто водичка любопытно что очень мило очень мило смотрятся эти точечки так еще я хочу попробовать в школе пробует так сразу все это посмотреть как сочетается оба вида краски то есть вот у нас фон фиксируем утюгом и сверху мы ставим точечки которые фиксируются паром ага собственно не так уж все и плохо так ведь ну ладно а может можно сделать перелив от одного к другому то есть вообще комбинируются ли эти краски между собой в обыдной тело так делаем дальше смотрим что у нас будет то есть данным сейчас вот я хочу сделать вот эту центральную часть прокрыть краской такое нежно нежно голубой заодно я хочу сразу показать как я делаю плавный перелив цвета от одного к другому вот то есть беру по центру вот у нас действительно разведенный голубой пигмент в достаточно большом количестве воды где-то я там небо какое-то рисовала на многих картинках вот у меня вот это осталась небесная окраска оно такое теплое небо да вот разные оттенки неба даже голубой бывает разным то есть она конечно у нас отложится немножко по-другому вот значит так вот у меня закончил край голубого и сухого я сделаю здесь переход к белому я в край голубого кладу водой добавляю вот у нас пока эти разводы не очень гармоничны но мы сейчас будем сглаживать и здесь именно в край голубого прокрашенного я добавляю воду ну это естественно так как я делаю все эти переходы понятно что у каждого своя манера и так далее здесь я хочу этот переход сделать более таким пластичным более обширным то есть я там где уже мокненько еще раз голубым провожу да вот проведем это волосик от моего кота однозначно вот вот еще раз водичкой так водичкой еще раз проведем кот мой планы гад так вот здесь пробуем такие же точки сделать белым тоже точки получаются да но их тоже меньше видно то есть немножечко по-другому это все будет смотреться та же точка шире расплывается уху следующий момент следующий момент следующий момент как я хочу слепить трехмерное ощущение здесь у нас белый здесь у нас светло-голубой да то есть листик белый смотрится впереди голубой фон смотрится позади если мы добавим контраста вот здесь по краю лепестка так раз проведем очень темным синим мы убираем фон очень глубоко по отношению к лепестку и он сюда как бы выбирает вперед листик позади фон дабы это не смотрелось слишком грубо мы здесь еще раз увеличим то есть вот снова промакиваем дабы расплывался вот эта вот разница расплывалась более нежно единственное что если мы будем слишком много лить воды у нас через контур будет проступать и это будет уже не то что нам нужно да вот чем больше контраста тем сильнее трехмерное впечатление тем меньше плоским да тем более таким менее равномерным кажется пространство которое мы изображаем то есть контраст дает нам и чувство объема и наверное более такое темпераментное ощущение разницы да динамики итак следующий момент эээ делаем такие пастельные лепесточки да сначала сначала то есть пока у нас все контуры держат отлично не придерешься абсолютно пастельные лепесточки делаем такие да вначале белые само собой нет ну вот это просто и так то есть основная площадь будет белая угу я считаю ну как бы по замыслу по моему в данном случае смотрим и да и даже белый перламутров относительно неплохо держит но чуть-чуть потек ну ладно что ж теперь поделать теперь мы берем голубенький наш то есть сердцевинка у нас находится в глубине где-то там пока у нас пятнами контраста все лежит ну это мы исправим здесь вот надо уже смотреть да этот край у нас лепесточок он выходит на нас сюда то есть голубым здесь мы его красить не будем он у нас должен быть намного впереди чем уходящая вглубь серединка то есть мы должны все-таки примерно уже как в трехмерном варианте видеть наше изображение тогда мы поймем что нам нужно впереди что позади что мы убираем темным цветом что мы выталкиваем вперед при помощи светлого цвета при помощи тоненькой кисточки да ну на данном случае она не очень тоненькая мы делаем вот эти прожилочки на лепестках да вот тут уже непосредственно индивидуальность творчества да где у нас как лепесточки изогнуты это естественно мы уже делаем сами от нас это зависит по себе изгиб его характер то есть это все уже наше индивидуальное кончик мы сюда чуть-чуть ну не так кажется если мы зачли что здесь не очень у нас пластичные лепестки растушевываем да у нас он более так нежнее вот это все ну как бы естественно краска для с исключением этих полос кругом краска для фиксирования на пару все таки так здесь у меня от того что контур не успел высохнуть вот он у меня покрасился там где не нужно но что ж поделать такие кажется тоже случается итак теперь вот эта самая у нас центральная глубинная часть да мне хочется чтобы объемный цветок сверху лежал поэтому я выделяю сразу глубоким синим а потом выложу это в мини глубокий синий обычный в том уже голубенький здесь можно сделать максимальный переход все цветок у нас впереди все остальное позади и сглаживаем переходы если они рисковаты при помощи просто кисти окей здесь у нас все проклеено контуром я беру сейчас мы запроверим сейчас мы запроверим на сколько он хорошо держит например вот этот вот вот этот цвет для листиков смотрите вот там где у меня я говорила я говорила о высушенном контуре я беру кисть сначала макаю в воду потом в пигмент и у меня получается вот очень такой почти черный оттеночек да снова в воду снова в густой пигмент то есть буквально рисую как акварель чисто как акварель итак друзья проведем вторую часть нашего эксперимента сейчас мы повторим абсолютно тот же самый рисунок теми же контурами которые я уже нанесла на криптошин этот криптошин значительно плотнее и толще чем перед этим расписанный сатин то есть толщина сатина плотность сатина была 40 граммов на квадратный метр у этого криптошина мы имеем 60 граммов на квадратный метр то есть он в полтора раза толще плюс к тому он не так гладок собственно это и есть суть криптошина у него крупенчатая структура то есть краска будет пробираться по нему гораздо медленнее во первых у нас уйдет больше краски само собой потому что она должна проникать через всю плотность шелка через всю толщину а во вторых у нас уйдет как мы сейчас наверняка заметим гораздо больше времени на него и вот таких вот с одной стороны мы тратим время с другой стороны нам не нужно так быстро реагировать на каждую мелочь как это происходит в работе с сатином с сатином нам нужно очень выстанкиваться почему я пользуюсь иногда вот этим вот более плотным толстым сатином во первых не любой хочет собственно я в первую очередь чтобы вещь блестела слишком сильно сатин это все таки праздничная блестящая ткань вот но если я беру более тоненькие ises то у него есть какой минус он более просвечивает более прозрачный нежели сатин то есть есть клиптышин более тонкий чем этот с ним легче работать но есть такой минус что он конечно более прозрачный если мы берем белый или светлый еслиyen более прозрачный если мы закрасим яркими красками то сильно прозрачным он не будет вот этот оттенок я вношу уже краской для фиксирования на пару просто мне интересно посмотреть насколько они совместимы эти два вида краски в химической основе абсолютно различны ну смотрите даже переход у нас планы получается в одной краске к другой конечно о яркости красок мы судить особо не можем потому что эти и другие бывают пастельные бывают яркие единственная почему одна из причин почему я ушла от темы краски фиксирующейся утюгом это потому что там нет глубокого черного не знаю как сейчас но 10 лет назад когда я приняла такое решение глубокого черного не было он был какой-то контракцитовый а в красках которые фиксируются паром всегда естественно безумно глубокий черный ну пока вроде бы у нас даже все контуры держим вот с более плотным шелком у нас всегда беда именно в том что контуры не промахивает до конца ну наверно знаете когда мы накладываем контуры надо не спешить давать им проникнуть сквозь всю толщину шелка это очень важно я кстати очень часто спешу и у меня получаются такие казусы не редко с тем что через контуры все течет то есть контур должен быть свежим не должны спешить и потом проверять на просвет на окно поглядеть все ли дырочки у нас прокрыты нет ли где случайно пробила но я повторяю вот на этой краске которую мы фиксируем утюгом в общем-то теряется блеск это видно даже сразу но не так сильно но главное мы теряем пластичность шелка из нее потом трудно шить из него это вот аспект для меня очень важный то есть картинку да я может быть стала бы расписывать может быть и предпочтительнее может быть даже красками для фиксирования утюгом потому что им легче управлять на самом деле они не так текут они такие более ближе как говорили ближе вот всякому акрилу и так далее а те которые фиксируются на пару они к сожалению очень быстро утекают из под контроля то есть ну это не к сожалению я люблю спонтанность непредсказуемость поэтому для меня в этом никакого сожаления нет кстати вот эта краска у меня в основном вся от фирмы авангард или авангарды как ее назвать не знаю на французском наверное это все вот но я очень довольна этими красками честно очень довольна это кстати очень разведенная если мы водой я имею ввиду если мы когда мы заказываем краску то есть для основной работы краски фирмы авангард ну понятно что моя работа такой эксклюзив вот это уже такое то что трудно добыть и для таких вот отдельных случаев хорошо но вот для основной работы краски фирмы авангард просто прекрасно более чем довольна они по цене вполне вполне доступны да вот то есть могу только порекомендовать не знаю если они в россии краски эта фирма но я остановилась конкретно на них а кстати еще краски фирмы дюпон да замечательные тоже очень хорошие ну как-то их германии труднее купить поэтому вот тут кстати в плане росписи очень важно вот это чувство влажности шелка в данный момент когда мне захочется сделать потом такие маленькие прожилочки тут такие-то маленькие эффекты на полусухом шелке они будут ложиться оптимально я чувствую что шелк мне сам будто бы сообщать сейчас сейчас нужно сделать вот эти веточки и я его слушаюсь я действительно очень много слушаюсь шелк мне иногда кажется что рисует по сути он а не я я просто послушно выполняю то что чувствую благодаря шелку сейчас мы здесь опять создадим контрастик можно начинать кстати из белого можно начинать из темного опять же немножко разный эффект будет мы создаем здесь контраст переводим на еще более темный да такой кобальт у нас практически как красивущие вазы а самый-самый кончик вот именно самый краешек чтобы так пикантно смотрелось я делю глубоким эта краска называется парижский голубой одно само название уже дает вам вдохновение сейчас вот эти резкие разводы потихонечку видите еще раз прокрашивая оно течет уже более более пластично у нас получается более нежный красивый такой более просторный перелив поможем краске просто перетечь одно в другое следующее у нас вот лепестки я хочу сделать очень контрастные вы имеете в виду не лепестки а листики на цветке вот он это чисто родной цвет краски фирмы авангард вот она достаточно концентрированная да мы видим это что это уж кобальта кобальт буквально ай-яй-яй вот здесь я немножечко уже сама промазала но не без этого сейчас еще чуть-чуть оттенем здесь раз раз чудово душевненько поскольку здесь у нас подтекло да мы быстренько реагируем на эту тему и делаем сразу вот эту прокачку у нас все акварельно да сейчас у нас акварельно все разбежится и никакой беды не будет то есть быстрая реакция у нас практически есть и есть мастерство иногда по сути или опыт по меньшей мере просто иногда бывают такие дни вот когда я на этом шелке рисую на этом самом толстом да который у меня в таком дежурном запасе когда я рисую на нем бывает вообще все контуры текут может быть я быстро их слишком накладываю может еще в чем то делаю не знаю но вот эта беда бывает с таким шелком и нередко хотя вот в этом случае ну понять когда рисуешь метр на метр да еще и заказали то спешишь все равно потому что ну куда деваться так вот здесь делаем более гладенько так постараемся ну вот я бы сказала да вот этот минус есть смотрим да здесь у нас достаточно резко переход получился некрасиво не пластично потому что все таки шел толстоват не не то что я не виновата а виноват шел конечно нет но просто я могла это заранее учесть вот поэтому мы сделаем следующее на другой стороне чтоб красивенько получилось мы начнем с веса светлого с белого с водички с нашей вот намочили здесь кистью а здесь уже такое красивенько потому что линию проведем голубеньким чтобы она видите ровненько была вот перелив у нас был не какой то такой резкий грубый а именно так сделали все теперь делаем дальше кстати золото я сразу положила на крикдышин вопреки моим обычным утверждениям что на крикдышине там и вообще на шершавом виде шелка оно не очень хорошо мне бы сказала что получилось совсем неплохо то есть ребята любители золота я в том числе золото можно применять оказывается и на шершавых видах тканей просто понимаете первый эксперимент с разными видами тканей я делала давненько ну как давненько год назад когда я вообще вдруг решила ага покроем золотом и тогда у меня это не получилось ну это могло быть обусловленным тем что я еще сама не совсем все понимала что как делать но в принципе смотрите все получается довольно неплохо тут почему я пошла на этот эксперимент спасибо человеку который смотрел мои видео я уже забыла имя но в общем очень милый человек спросил меня можно ли на шифон на клевый шелк я сказала что не очень должно получиться но попробуйте человек попробовал и выслал мне замечательные фотографии вот то есть получается очень я рада что мы как бы работаем вместе буквально если какой-то эксперимент провожу я хорошо я его показываю кто-то другой раз сделал тоже и нам на самом деле всем от этого только лучше то есть благодаря вот этому художнику этой художнице я собственно пришла к мысли что да нет можно расширять свой опыт там можно пробовать и на крепдыши например положить золото видите всем нам приходят разные идеи от этого наше творчество каждого из нас продвигается очень хорошо и поэтому спасибо от всей души всем кто просто живо участвует в процессе тоже пробует тоже делится это вообще бесценно от этого как бы каждому из нас просто легче найти себя в творчестве применить какие-то новые трюки и так далее все мы в технике продвигаемся и от этого каждому из нас легче воплотить свою неповторимую идею я считаю что просто гениально поэтому каждому кто отвечает пишет делится просто неоценимое спасибо мы делаем общее дело мы украшаем этот мир нашими рисунками так и итак следующий наш опыт мы проводим уже с шелком который называется понш то есть это же 100% шелка но он гораздо более тонким является я специально подложила листик чтобы было видно насколько он прозрачен я конечно не использую его для того чтобы шить основную часть блузки или там платье то есть я его использую для отдельных деталей к примеру для рукавов это очень интересный эффект когда рисунок мы выполняем на двух разных видах шелка это очень интересно смотрится мне нравится по крайней мере естественно переднюю часть блузки без подклада так сделать невозможно хотя возможно сделать подклад и так далее то есть этот вид шелка понятно что можно использовать и для одежды но вот с учетом его свойств и так мы расписываем понятно что все очень легко легло контур у нас расписался лег замечательно я думаю что все проклеилось очень хорошо то есть здесь мы сейчас сразу видим вот эту у нас краска которую мы фиксируем утюком то есть я выполняю все как и прежде рисунок но мы видим что она естественно не так интенсивно окрашивает шелк потому что потому что понятно что он очень тоненький у нас уйдет очень мало краски думаю что мы достаточно быстро распишем этот рисунок да потому что все хорошо ложится быстро течет шелк нам помогает вот но естественно вот у нас вероятнее всего будет такой минус не минус но интенсивность цвета будет конечно уже не та но все то это будет смотреться более нежно да смотря что зависит от нашей задачи снова сделаем переход от краски которые фиксируют утюгом краски которые мы фиксируем на пару посмотрим как это выглядит у нас в деле не так далеко у нас растекается краска почему-то да эти нити ткани расположены подальше друг от друга да поэтому может быть вполне что краска не так быстро течет следовательно не так быстро смешивается на самом деле наш рисунок результат зависит от очень многих факторов и от шелков и от краски и от погоды сегодня сегодня сухо влажно жарко или холодно и от может быть моего настроения в данный момент от чего угодно факторов море я так понимаю что понш используют очень часто люди в своей живописи в роспись особенно для шарфиков хорошо шарфик вообще не беда если он прозрачный да это все таки не в узком то есть если бы мы сюда кинули оттеночную соль здесь бы у нас был интересный рисунок здесь у нас вообще никакого эффекта не было сколько тонк шелк тонкий очень у нас шелк капельки воды там где ее слишком много вот они у нас здесь застывают такими каплями но потом когда высыхает это все нам ничем не мешает то есть этот шелк конечно впитывает меньше воды вот мы просто раз водой провели да и уже у нас лужами застывает потому что уже почти максимум глади шелком принят вот и вот эти вот если мы сверху еще раз прокладываем цветом немножечко оно у нас как лужа получается потому что шелк больше столько краски не берет столько влаги он не берет краски то да оно вот именно то что влаги и поэтому здесь нам нужно распределять уже вручную практически то есть оно само не не происходит вот этот плавный перелив вот тут он пошел тут он не пошел там где краски много тут мы уже сами эту лужу перераспределяем где она должна быть сильно голубая где она должна остаться почти белая кистью мы вот это все туда сюда гоняем покуда не получим то что нужно именно нам так угу можно подчеркнуть как бы контрастики из глубины но посмотрим у нас же очень сильно мокро все да чтобы у нас прямо в глубь уходил цветочек то есть тут вот уже нужно время от времени подсушивать убирать лишнюю влагу чтобы был нужный эффект да потому что у нас предел влажности очень-очень ограничен шелк тонкий много воды он не берет ну я вот это сейчас только опытным путем уже исследую потому что я крайне-крайне редко рисую на таком шелке только вот какую-то отдельную деталь декоративную но основным он для меня не является итак друзья последняя часть нашего опыта рисуем на шифоне когда я рисую на шифоне у меня есть чувство будто бы я рисую на облаке или на тумане то есть это что-то такое прозрачное невесомое легкое то на чем можно оказывается тоже рисовать итак начинаем как всегда с краски которая фиксируется утюгом так сразу предупреждаю там где воды много у нас получается контрастный цвет да но он расплывается дальше вот тут светло светло то есть в этом и трудность крепдышина что высыхает это немножко по-разному там где много воды у нас может получиться пятно по отношению к тому то место где у нас воды не очень много но мы это увидим как это будет на шифоне я до сих пор рисовала только шарфики и верхнюю часть блузки то есть я нередко использую этот эффект внизу мы на кредыши например рисуем цветочек а сверху на шифоне повторяем его с небольшими отклонениями то есть пару липусточков убираем пару добавляем и от этого у нас получается умопомрачительный трехмерный эффект вот это действительно безумно красивые вещи получаются но покуда это не высохло это смотрится довольно таки страшненько я это знаю но потом мы увидим что это у нас выгладится по мере того как вот эта вот разница по мере того как это все просохнет у нас и водичка тут чуть-чуть это все эффекты выпрямляю выравниваю чтобы было более гармонично попробуем сделать капельки белым ну то есть водой да но я просто очень уверена что у нас тут что-то получится что-то получается вот эти водяные капельки сделаем так уводим все в белый по возможности плавненько то есть сделать плавный переход нам помогает повторение кистью одних и тех же движений можно повторить их при помощи одного оттенка при помощи другого то есть можно и водой можно и голубым цветом понятно что естественно конечно и воде и краске то есть имеется ввиду пигменту труднее продвигаться по шелку потому что нити расположены очень далеко понятно что все таки и вода и пигмент продвигаются не по воздуху а по самой шелковой нити да так здесь вот снова попробуем сделать более яркий контраст да отделить лепесточек от фона визуально это нам очень важно чтобы слепить объем по крайней мере ощущения объема сделать более ярким дабы убрать контраст снова можем разгладить это водичкой попробуем попробуем по крайней мере чтобы не было слишком резких нехороших переходов золото у нас совершенно одинаково хорошо легло на все виде шелка получается что я беру свои слова обратно о том что это на шершавых видах шелка на негладких не очень хорошо лежит но с условием конечно что может быть для первых опытов по золоту на шелке все же лучше использовать гладкий шелк я считаю что ну потом уже потихонечку потому что со временем мы начинаем чувствовать сколько нам нужно клея как быстро нам нужно приклеивать на него листик золота да то есть вот чувство времени у нас появляется и чувство необходимого материала сколько нам нужно для того чтобы получилось так как мы хотим так сейчас мы распишем нет мы сейчас знаете покуда еще не просохло все таки этот шелк достаточно быстро сохнет я сделаю вот эти вот вот эти вот загибулечки такие вот веточки фиолетового но которые я делаю кругом потому что если он уже высохнет шелк то они будут у нас не очень лежатся да они будут слишком контрастные вот для таких вот деталей конечно очень важно чувство влажности шелка слишком сухой может не вполне подойти по нашу идею но слишком влажный тоже то есть от степени влажности шелка зависит как далеко поплывет краска или засохнет ли она контрастно или она засохнет у нас вот таким плавным переливом так это вот центральная часть с максимальными переходами из тона в тон так то вроде голубенькая сюда синенько-голубенькая на самом деле я использую воду четыре краски по ходу дела одна из них вода правда но все равно так водичку сейчас все выводим и водичкой можно будет разгладить чтобы весь переход был плавным буквально водичкой но кистью все таки постараемся я стараюсь не очень влажно чтобы это не было лучше а просто конечно удобно когда рука вот именно в нужной позиции когда она делает натуральное для себя движение не всегда так более ярким и более глубоким цветом сейчас мы сделаем еще синеньким здесь конечно все время нужно смотреть устраивает ли вас то что вы видели или нет и заводим до того момента когда наступит устраивает так синьки что у нас еще так мне кажется я расписала расписала все вообще на этом эксперимент закончился итак друзья медленно но верно мы пришли к окончанию нашего эксперимента шелк у нас зафиксирован постиран поглажен и вот что мы получили так значит сначала вот у нас сатин блестящий все получилось я считаю что очень даже хорошо смотрим по золото после стирки иглашки очень даже хорошо легла здесь мы видим то что было прозрачным контуром гутто или то что называется резервом иногда вот у нас не осталось практически следа шелк остался белым то есть вот этот контур мы видим который такой пластиковый от фирмы Иована а то что у нас нанесено гутто и осталось просто белым шелком все очень мило вышло значит еще интересно зачем пронаблюдать что сначала в этом случае я расписала шелк а потом положила по золоту вот что мы имеем на обратной стороне да вот чуть-чуть пятнышки тут видны тоже интересно да подумать если мы расписываем блузку или покрываем золотом нам это все равно если шарф платок мы должны знать что у нас будет со значной стороны здесь у нас скрипт дышим то есть все получилось тоже очень хорошо он меньше блестит конечно но тем не менее очень аналогично да на видеокамере это не так заметно эту разницу вот может быть на сгиб ну и потом добавлю фотографии вот немножечко все-таки меньше блеска вот здесь я сначала клала по золоту а потом уже расписываем и вот мы имеем вот что вот такую разницу да смотря что нам нужно здесь по золоту почти не видно с левой стороны здесь она вот такая вот желтенькая так вот у нас это у нас понш тоже все мило хорошо нормально ничего никуда не текло вот так у нас лежит по золоту так выглядит левая сторона и шифон так значит шифон у нас тоже вот левая сторона значит что я могу сказать на формате а4 то что шелк сильно сел незаметно смотрите какой красивый эффект да вот так вот раз мы смотрим у нас получается объемный такой вариант я обожаю этот эффект естественно если мы блузочку шарфик делаем в слой на это божественно практически похожий вариант у нас получается когда понш но понш не такой прозрачный да поэтому это не так сильно видно у нас вот уже очень мило все получилось так что то еще важно заметить после стирки глажки всего всей обработки у нас вот получилась краска краска для фиксирования пара и утюгом собственно не очень сильно отличается блеск немножко есть вот кстати для фиксирования утюгом это была краска фирмы явана в принципе наверное тоже можно использовать даже и для блузок я как бы не могу сказать то есть так уж на небольшом таком формате не очень заметно разница но я все равно тем не менее однозначно остаюсь при своем выборе конечно же но дело каждого в отдельности и так вот он и наш результат в принципе я довольна вот что мы из него сделаем не важно но сам факт что у нас осталось вот такое впечатление от этого опыта спасибо большое всем за внимание обязательно всем вдохновение обязательно хороших технических находок ну и так чтобы наши действительно наше вдохновение наши идеи находили все таки всегда какой то способ воплотиться так или иначе даже мы не только мечтали но еще украшали нашими мечтами весь мир вокруг и так всего доброго и до следующих встреч